Приветствую вас, давайте мы с вами будем разбираться, что произошло, что происходит. Значит, помогите, с мужем что-то не так. Ну вот, сразу хочется сказать вам такой момент, что когда говорят, что с кем-то что-то не так, значит, сразу возникает такое небольшое подозрение, да, не проецирует ли человек, на другого свои собственные переживания, свои собственные какие-то чувства, может быть, страхи, свои же страхи и так далее. То есть, в психологии есть такой феномен, да, такой феномен, как проекция. И проекция это такая интересная штука, такой механизм, когда человек свою проблему, не желая признавать свою проблему, значит, ринуться ее на другого. То есть, это не с вашим мужем что-то не так. Потому что, как бы, ну, у него-то могут быть проблемы какие-то, у него могут быть какие-то там трудности, у него могут быть какие-то там проблемы, да, и так далее. Все это по большому счету неважно. А почему, да, по какой причине? Потому что есть еще другая сторона, и эта другая сторона – вы. Как бы, если мужчина сам, например, со своими проблемами не справляется, а агрессия – это означает защитную реакцию, да, защитная реакция именно, ну, именно от чего? От тех моментов, которые, как бы, связаны с негативными обстоятельствами в его жизни, какими-то, вот. Если мужчина не справляется, это его проблема, не ваша проблема. Понимаете, да? Это первое. Дальше. Значит. Родился второй ребенок, сынок. Ну, очевидно, что вы складываете в это ну, в это выражение, в эту фразу достаточно много смысла. Вот. Правда, для нас этот смысл не особо понятен самому, что, ну, ребенок не наш, как бы. Ну, вот. И нам нам непонятен смысл того, почему вы пишите «Родился ребенок, сынок, с множеством восклицательных знаков». То есть, ну, из-за чего так? По какой причине так вы написали? То есть, вы знали этого ребенка? Вы хотели этого ребенка? Именно вы, конкретно вы, не муж ваш покажет. «А вы хотели?» Если и хотели ребенка этого «вы», то вам за него и вам, как бы, нужно радоваться, что он у вас теперь родился. Опять. понимаете, да? То есть, о чем я говорю? О разграничении ответственности. То есть, есть вы, а есть ребенок. Есть вы, а есть ваш муж. И у каждого из вас есть, значит, своя ответственность. а вы ждете этой ответственности от своего мужа. А муж ждет чего-то от вас. И я не думаю, если честно, что подобная модель поведения, она у вас произошла только сейчас. я не думаю, если честно. Я склонен предполагать, что это у вас уже какое-то время происходит с вами. Дальше идем. Муж так мечтал об этом, но как приехала домой из роддома, начался ап. мусь. Интересно. А о чем мечтал муж? Ну, вот, конкретнее. Почему мечтал? Зачем ему это было нужно? Вашему мужу? Нужно ли это было вам аммонию? Знаете, род мечтал его, оно немного странное. Я поясню. дело в том, что если человек мечтает, если человек идеализирует, а мечтал это идеализировал. то есть, если я о чем-то мечтаю, значит, я идеализирую что-то. Значит, а если ваш муж мечтал, если ваш муж идеализировал, то, соответственно, соответственно, можно предположить, что он как мечтал, как идеализировал, так теперь и обесценивает. Понимаете? То, о чем он мечтал, то, что он идеализировал, теперь для него обесценивает. Потому что ребенок это не то, о чем мечтают. Ребенок это то, к чему люди обычно готовы. Просто готовы. не мечтают, а именно готовы. То есть, я просто готов к ребенку, например. Я готов к ребенку, потому что, ну, например, там, допустим, я не знаю, по другой причине, вот, как бы. ребенок не знаю, если вы говорите, что ваш муж мечтал, значит, это ему нужно было для чего-то. Вот и подумайте, для чего ему это было нужно. Далее вы пишите о том, что ваш муж орет на вас по любому поводу. Товережение очевидно, что здесь у человека имеет место быть негатив. Какой-то негатив. то есть я думаю, что вашего мужа что-то напрягает, что-то раздражает. По сути дела, по сути дела, у него происходит процесс обесценивания. Вопрос только в том, обесценивание чего у него происходит. Понимаете, какая штука? Вот именно об этом и нужно как следует подумать. Почему ваш муж что-то обесценивает? Зачем ваш муж на вас кричит? Почему он кричит, а не говорит о том, что его не устраивает? Как бы честно? Что ему не дает? И это началось только после рождения ребенка. Ну, например, вот сына. Может быть, он элементарно ревнует? Может быть, он не чувствует, что вы уделяете ему много прежнее количество внимания, которое уделяли раньше. Понимаете, в чем дело? Нужно проанализировать. Проанализировать, почему человек так себя ведет. Что заставляет мужчину так себя вести? Понимаете, в чем дело? Вот. Вот какой момент. Вот какая ситуация. Вот в чем аспект основной. То, что он орет при детях, оскорбляет, унижает, ругается с вашей мамой, которая все день помогает. Это все следствие. Понимаете? Это все следствие. Следствие. Следствие того, что вашего мужа не устраивал. Вот. Когда вы начинаете поговорить, но включается агрессия. Агрессия это защита. Понимаете? Вам не поговорить с ним нужно разговаривать, а отдалиться. Показать, что с вами так нельзя. Показать, что с вами нужно иначе, по-другому. А Бэтон говорит, это его право. Вот. Знаете, в чем дело? Мужчина так говорит, потому что его все устраивает. мужчина так говорит, потому что он знает, что вы это примете ему комфортно. А из-за состояния комфорта его нужно вывести. Тогда уже человек обратит внимание на то, что ему нужно. И с ним можно будет разговаривать о том, что нужно именно вам. А пока он находится одновременно и в комфортной для себя ситуации и ситуации невдовлетворенности, то он соответственно обвиняет вас, что логично. Вот. Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!